Блин, я ж только сейчас заметил, что там ошибка в названии. Мы сегодня будем говорить о реально крутом, мощном, харизматичном рэпере. И его зовут Кри... Т... Т... Биг Крит... А не Крид... Блин. Привет, Рэпчада! Это Рэпостал. Если следовать логике, реально крутой MC сможет подстроиться под абсолютно любой бит, то Биг Крит к этому времени уже должен быть причислен к лику святых. Его 12 for 12, это хрестоматийный пример микстейпа, где рэперы используют популярные инструменталы, чтобы раскрыть на них свой скилл. Криту показалось, что хотя бы просто не обсериться на хитовых треках недостаточно, поэтому он дополнительный себе челлендж придумал, писать все куплеты фристайлом и выкладывал их каждый час. Так и получилось, он записал 12 треков за 12 часов, то есть 12 for 12. Читать поверх битов, которые изначально ассоциируются у слушателя с какой-то определенной подачей, определенным текстом, это дико невероятное испытание для любого рэпера. На первых секундах мы говорим, оу, вот это бит он выбрал, сейчас послушаем, а потом включается режим мудацкого критика. Мы говорим, давай, давай, покажи, что умеешь. И прикол в том, что когда мы произносим это, Биг Крит расщепляет дэд парт скулбоя на атомы. Просто уничтожает его нахер. Мне всегда казалось, что этому треку не хватает динамики, он идет 5 минут, и скулбой тянет слова. Биг вообще не пытается подстроиться под флоу скулбоя, и по-своему, харизматично, без передыха, месит этот бит. По сути, он жонглирует довольно привычными флоу. Мы можем слышать их у Ламара, у многих ребят из новой школы. Но магия срабатывает, потому что он правильно расставляет акценты и вкладывает в это такую энергию, что ты ему веришь. Когда он говорит о своем превосходстве, ты понимаешь, что он реально король этой игры. Потом начинается бит трека Drag Dealer's Anonymous, пушите, и ты понимаешь, что вообще происходит. Крит использует эти популярные инструменталы не для того, чтобы выехать на них. Он, наоборот, использует их, чтобы соревноваться с сильнейшими рэперами наравне. Сам подбор инструменталов позволяет ему показать разнообразие. Он не только не уступает Дрейку, Фьючеру, Френч Монтане, но и может тягаться с Эрлом Свитшотом, Пушей Ти, Джей Зи, Эрикой Баду. При этом Крит никогда не теряет своего лица и не забывает южных корней. Он все напичкал отсылками к Дерти Саус, Кепа в Техасе. Он иногда играет голосом, как Андре 3000, а трек Скр-Скр, это не про фараона, очень напоминает какую-то Чаптен Скруд версию трека UGK. Сейчас Крит перевыпустил этот микстейп с названием Style Not Quite Free, но там весь эффект теряется, потому что там другие биты и там нет эффекта соревнования. А на 12 for 12 как раз сырой фристайл без припевов и это четкость мысли, это мощная энергия и это все великолепие в 12 куплетах. Обязательно послушайте этот альбом, подписывайтесь на Репостал в Инстаграме, в Телеграме, в Ютубе и молитесь за Репостал.